Украинский закон иллюстрации снова на повестке дня Венецианской комиссии. Но если в декабре 2014 года, когда венецианка впервые вынесла свой вердикт по поводу этого документа, только на обсуждение потребовалось более двух часов, то сегодня об законе об очищении власти в Украине говорили всего две минуты. Попросту говорить-то было в общем-то не о чем, поскольку венецианка до сих пор не получила правки в этот документ. Напомню, еще в декабре 2014 года лучшие юристы Европы, это по сути те, кто представляет венецианскую комиссию, разнесли закон иллюстрации в Украине практически в пух и прах, заявив, что документ не хороший, не европейский, что он нарушает права человека. Скажу, что мы общались сегодня с президентом венецианской комиссии Джани Букикио, и он сказал, что попросту не понимает, почему Украина до сих пор правки не предоставила. Ну вот он выразил в интервью нам такое мнение, что возможно они просто не готовы, или же украинская сторона понимает, что даже тот вариант правок, который на сегодня разработан и предложен парламенту, все равно не удовлетворит юристов венецианской комиссии, ну и возможно поэтому их сюда до сих пор не направляют. Ну вот более интересное было выступление зама секретаря венецианской комиссии Симоны Гранаты Менгини в закрытой части заседания, которая проходит без журналистов, но нам туда удалось попасть. Она сказала то, что все же видела предложенное парламенту правки в неофициальном порядке, и вот по ее мнению они не удовлетворяют тем выводам и тем рекомендациям, которые венецианка вынесла в декабре 2014 года. Собственно вот такая вот информация на данный момент, скажу, что ни министра юстиции, ни главы иллюстрационного департамента Татьяна Казаченко сегодня здесь попросту не было, что в общем-то вызвало недоумение у члена венецианской комиссии. Конечно же правки будут ждать и дальше, следующее заседание будет в октябре, но могу отметить, что общаясь с представителями комиссии сложилось впечатление, что все меньше и меньше доверия украинской стороне в этом вопросе. Ну напоследок также добавлю, что сегодня здесь говорили и о судебной реформе в Украине, и напомню еще в прошлом году венецианская комиссия в целом одобрила изменения в Конституции Украины, в части правосудия, и вот сегодня здесь очень положительно отозвались о принятии закона о судопроизводстве, в частности заявив, что это открывает возможность для реформы всей системы Фемиды в Украине. Ну вот такая последняя информация с венецианской комиссии. Фемиды в Украине Продолжение следует...